Привет, мои дорогие! И сегодня мы оказываемся с вами в Кении, в Африке. Я была в Кении лет пять назад, и у меня там был бизнес с розами. Я помогала предпринимателю, у которого огромные-огромные колоссальные фермы роз, экспортировать их в Россию, собственно говоря. И это было вообще просто невероятное приключение. Тогда я еще не знала, что в Африке производится, а именно в Кении, такие драгоценные, интересные эфирные масла, как чайное дерево, иланг-иланг, масло афродизиак, корица, лаванда, ладан и многие другие, такие как имбирь, герань, что у нас еще? А, корица, корица сказала гвоздика. Вот, поэтому все эти масла, Африка, Мадагаскар конкретно, и Кения, Танзания особо богатые места, изобильные на производство этих масел. И сегодня на этой африканской ноте я расскажу вам о своих ритуалах с этими маслами, которые со мной практически каждый день. Либо каждый день, либо курс. Мы уже знаем, что из прошлых путешествий в разные страны оптимальное время взаимодействия с маслом 21 день. Так вот, что я делаю с утра? Когда я просыпаюсь, открываю глаза, не в Африке, а на Бали, я полощу рот до того, как я чищу язык, кокосовым маслом. И в кокосовое масло я добавляю одну капельку чайного дерева. На самом деле, я уже очень привыкла к этому вкусу. Для меня это вкус утра, вкус пробуждения. И поскольку чайное дерево обладает очень мощными антибактериальными свойствами, то таким образом все токсины, которые накопились в шлаке, ладно, не все, большинство, и большое количество токсинов и шлаков, которые накопились за ночь в организме, они же уходят в язык и в рот. Поэтому очень важно чистить зубы с утра, полоскать рот маслом. Это такая аэроверическая техника, масло фонит, диффузор фонит. И само по себе уже полоскание кокосовым маслом очень классно. Если добавить капельку чайного дерева, вообще просто огонь в этом плане. И начинаю день. Потом минут 5 я полоскаю, минут 5 сплевываю, чищу язык, чищу зубы, и потом уже пью воду. Сейчас без лимона, потому что у меня перерыв. А на самом деле с капелькой лимона вода с утра, это тоже очень-очень классный ритуал, который поможет чистить организм. То есть чайное дерево мы в этом ритуале не употребляем внутрь, оно абсорбирует все, мы очищаем. Дальше капелька лимона можно на зубочисточке. В воде пьем теплую воду. Второй стакан, то есть первый стакан теплой воды я пью без всего, почти горячий. А уже второй, там через полчасика я иногда пью с лимоном. Вот. Далее, конечно, у меня ладан. Ладан у меня сейчас в таком формате. Я вот сейчас пила капельку. Ладан можно вовнутрь, и о ладане мы будем говорить подробно чуть в другой стране, потому что не только в Кении производится ладан, и у него просто огромное количество важнейших функций и свойств, которые помогают нашему энергетическому телу, физическому телу, эмоциональному телу. Поэтому капля ладан под язык или капля ладан в диффузор для меня это защита ауры дома, это защита ауры себя. То есть я иногда просто капельку капаю, растираю и сажусь медитировать. Или я перед тем, как выйти в людное место или в социальную какую-то среду, где много незнакомых людей, где просто много людей, такая интенсивная социализация, я делаю себе ауру из ладана. Вот лада делает ауру из ладана. В Кении особенно мне бы пригодилась тогда. В этом плане, да, внутрь больше трёх масел в день я не употребляю, то есть ладан одно из них сейчас. И это действительно мощно работает. То есть я уже со многими людьми говорила, и с моей командой в том числе, пропивать курсом ладан 21 день капли под язык. Почему под язык? Потому что это тот же самый эффект, как внутривенное всасывание, да. Там же она слизистая, и мгновенно попадает в кровь, мгновенное действие. Из энергетических ям помогает вытаскивать, из эмоциональных спадов помогает прорабатывать какие-то обиды, травмы, боли прошлого. Понятно, что всё в комплексе, но ладан в этом плане не случайно называет его король верных масел. Далее у меня начинаются женские практики. Женские практики я делаю массаж живота себе, дыхание, вакуум. Сейчас я пошла в очередное обучение, потому что я всегда обучаюсь, мне это очень нравится, постоянно повышать свою квалификацию, знаю, что новое. И я делаю массаж живота с маслом ладаном, ой, господи, с маслом иланг-иланга. Иланг-иланг тоже произрастает в Кении, африканское масло, мощнейший афродизиак, цветок, когда я его вдыхаю, не вдыхайте с баночки масла, когда я его вдыхаю, открываю ладошку, то после минутки я чувствую, как у меня фокус идёт уже в йоне, как у меня идёт фокус в матку, как у меня идёт фокус в бёдра, как отпускает голову, как наполняется кровью все органы малого таза. То есть иланг-иланг, даже когда ко мне приходила такая жрица и учила меня различным сексуальным, сенсуальным практикам, мне очень помогала. Я даже в диффузор ставила, пока мы с ней занимались, дыхание с йони-яйцами. Иланг-иланг в одном плане очень-очень-очень классное масло. Понятно, что оно женское, но мужчина она тоже очень ещё как возбуждает. Вот. Дальше один из моих любимых ритуалов — это корица, напиток с корицей. Я уже не пью кофе. Раньше, когда я пила кофе, возможно, кто-то из вас пьёт кофе, и вам нравится, и это классно, я полностью поддерживаю, я не сильно категорично отношусь к таким вещам. Мне очень нравилось капельку корицы в кофе. Очень нравилось. Просто это было божественно. Но если начинать, корица. Корица тоже, кстати, очень горячее, знойное масло, афродизия, которое сжигает не только аппетит, либидо, страсть. В паре можно использовать, если вы с мужчиной, с любимым, ну или с женщиной. Пойдём пьёте кофе по утрам. Очень рекомендую. На зубочисточку, потому что корица всё-таки жгучее масло, и оно плёночкой плавает, если целиком гапнуть на капучино, не растворяется. Просто зубочистку деревянную окунуть, вытащить, размешать, будет достаточно эффекта. Очень часто я сидела в кафе, тут нас рядом напали, и заходили знакомые женщины, я всех угощала корицей, их напитку, и видела, как меняется лицо, видела, как меняется вообще состояние, взаимодействие, улыбка шире становится, в этом плане как-то даже жарче. Можно добавлять в любые другие напитки, в горячий шоколад, если вы пьёте, в мачо, наверное, тоже можно попробовать, интересно, сочетание, я не пробовала с мачо. Вот. И ещё один ритуал с маслом из Африки, с маслом из Кении, это герань. Не стоит всё делать одновременно, вы можете выбрать любые два или три, поделиться этим с нами. Герань – это масло, раскрывающее сердце. У него тоже много функций, и на самом деле для меня запах герани ассоциируется часто с квартирой бабушки, потому что бабушке всегда цвела герань на балконе, и на самом деле, только изучая герань подробно, сейчас я поняла, что герань, она обладает защитными функциями, поэтому тогда там не был, недоступен был ладан, ну или не всем был доступен шалфей, как у нас сейчас, или Пало Санто. Вот бабушки сажали герань на окнах, возможно, даже не зная, каким она свойством обладает, и просто передавая из поколения в поколение этот ритуал защиты дома и раскрытия сердца. Поэтому я герань, с ней тоже курсом взаимодействовала, 21 день уже, вечером там на закате, я сажусь, наношу на капельку с маслом кокоса, или когда ко мне массаж приходит делать, на сердце, и слушаю его, соединяюсь с молитвой, или с медитацией, или с собой, дышу телом, какие-то практики. То есть герань на самом деле очень-очень сильное, мощное женское масло, именно которое раскрывает пространство и позволяет соединиться с собой, раскрыть вот эту свою женственность, которая идет не через достигаторство, а через доверие, через ослабление, через изобилие, через принятие. Так что я уже пока вам рассказывала, чувствую, как мое состояние изменилось. Экспериментируйте. Задание из Кении сегодня выбрать два или три ритуала, проделать, поделиться ощущениями, и если вы почувствуете отклик, то закрепить 21 день. То есть с чайным деревом для меня теперь это как почистить зубы, то есть это настолько же естественно, как почистить зубы, и сделать массаж с ланг-галаном. Приятного вам путешествия, поездки в аэропорт, в нашу следующую страну. До встречи!